Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня хочу показать вам, как ведет себя зимой моя большая теплица. И мои страхи, которые были перед зимним периодом, слава богу, не оправдались. А страхи были какие? Что теплица, конечно, большая, накрыта она пленкой, и что, когда выпадет снег, если его выпадет много, то, разумеется, ни пленка не выдержит, ни конструкции теплицы не выдержит. И из-за этого я сильно переживал. Но, слава богу, ничего этого не случилось по очень простой причине. Дело в том, что снег с этой пленки либо съезжает, бывает сам, частично, вот можно посмотреть, вот кусочки сами съехали, либо его очень легко, что называется, скинуть. Я вот даже изготовил вот такой вот инструмент. Вот, очень простой, да, то есть поперечная палочка, обмотал ее тряпкой мягкой, чтобы не повредить пленку. И изнутри мы просто вот так вот снег стряхиваем. Естественно, стряхивается он, вот его побольше, когда, что называется, наметает, вот, то он съезжает даже лучше, прямо таким одним сплошным, что называется, ручьем. Вот, и уже можно по краям посмотреть, сколько снега, вот, съехало. Ну, и на улице сейчас у нас снега выпал очень-очень много. Если бы его с теплицы, наверное, как-то не стряхивать, что называется, с теплицы его не удалять, то маловероятно, что даже конструкция, несмотря на то, что она очень крепкая, конечно, конструкция, двойные тут дуги и все такое, все равно могла бы под тяжестью, что-то могло произойти. А уж тем более, с пленкой, да, какая бы пленка хорошая ни была, пленка плетив, израильская, конечно, чем хороша? Вот зима, мороз сильный, я вот стряхиваю, особенно вот в мороз хорошо снег съезжает. Прямо чуть дотронулся, и прямо полтеплицы у меня, вот, за раз, помню, съехало, вот, снега. И в мороз этой пленке ничего не делается, она остается такой же, как бы, как резина, что называется, тянется, да, она не становится хрупкой, и поэтому морозы выдерживает. Поэтому, слава богу, в теплице все замечательно, все. Следующий сезон будет, значит, эта тепличка прекрасно работать. И о чем я хотел как раз вот еще сказать, то, что сейчас я хочу даже некоторые теплицы, свои маленькие, вот у меня есть теплицы, стандартные, как у всех, 6 на 3, да, и поликарбонат там уже, что называется, свой срок износился, он весь почернел, уже начинает ломаться, то есть его надо менять. Я посмотрел цены поликарбоната, цены хорошего поликарбоната, даже хорошей четверки всего лишь, если четверка поликарбонат, то он в районе 4 тысяч. Есть поликарбонаты за 2 тысячи с небольшим, да, но там все зависит от веса, от веса поликарбоната на квадратный метр. Чем больше вес, вроде бы, толщина поликарбоната четверка, да, а вес его маленький, он как пергамент, то есть это на один год, это хуже пленки. Я такой поликарбонат покупал, но это просто, даже его поликарбонатом трудно назвать, его прямо вот так вот руками сжимаешь, и он весь мягкий, вот такой вот. А качественный, да, что на квадратный метр уже довольно-таки большой вес его, то есть он более жесткий, хотя он тоже четверка, он вроде бы по толщине-то одинаковый, и там, и там четверка, но разница в цене в два раза фактически, и разница в качестве в два раза. Но 4 тысячи за листочек поликарбоната, это уже дороговато. А как минимум крышу надо 3 листа, умножаем на 4, и это 12 тысяч. То есть покрыть пленкой получается во много раз дешевле, ну, даже вот такой качественный, да, даже израильской пленкой, если покрыть, вот полетив там пленочкой покрыть, вот. Это получается в районе где-то 3 тысяч, то есть в три раза дешевле. А стоять она будет не меньше, чем поликарбонат. Поэтому вот в этом году буду заменять, естественно, об этом тоже буду показывать видео, расскажу, насколько, как заменить это сделать, как сделать покрыть вот именно, вместо поликарбоната покрыть пленкой стандартную теплицу, что это будет давать с точки зрения выращивания именно тех же томатов или перцев. Точно знаю, что огурцы под пленкой растут намного лучше, чем в поликарбонате. Перцы тоже намного лучше растут, чем в поликарбонате. Осталось проверить по томатам, потому что, почему лучше? Влажность чуть-чуть повышается. Если будет высокая влажность, с томатами есть риск, что они будут больше болеть. Но, опять же, по происшествии вот этого сезона, вот в этой теплице, она полностью пленочная. И, разумеется, здесь прекрасно росли томаты. Но здесь хорошее проветрение организовано. Это везде его надо организовать, в любом случае. И здесь томаты у меня росли лучше, чем в поликарбонатной теплице. То есть, завязанность была лучше. То есть, не было такой температуры, во-первых. И все равно, даже чтобы томаты завязались, нужна определенная влажность. То есть, совершенно сухой воздух томаты тоже завязываться не будут. А в поликарбонатной теплице, иногда у нас происходит, особенно вот днем, воздух настолько сухой, да, что пыльца, вот именно, она даже не прилипает к крыльцу. То есть, все, томаты не завязывают, все, все, все у нас отваливается. И мы думаем, почему так? И температура, во-первых, зашкаливает, и влажность настолько нулевая, что тоже завязанность не произойдет. А здесь вот росли у меня лучше. Поэтому в этом году буду экспериментировать на небольших теплицах тоже с пленкой, и про это вам расскажу. А на этом, пожалуй, сегодня все. До свидания, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok